МОНИТОР Новый блогер Goldfish, вдохновленный славой и нервным, пишет о детях и особенностях их воспитания. Кто в теме, могут уже подключаться к обсуждению проблемы «Бить или не бить детей» и как мультики влияют на развитие ребенка. Хотелось бы принять участие в обсуждении чьей-то проблемы, касающейся обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. Обожаю этих открытых и непосредственных человечков. По-детски радуюсь за каждый шажок к успеху, который дается им, поверьте, нелегко. Каково быть дочерью известного артиста Алибека Днишева? Тамила Днишева описала все прелести закулисной жизни звездной семьи. Что значит быть дочерью Алибека Днишева? С детства видеть папу по телевизору? Сталкиваться с предвзятым отношением, пригирками и завистью? Или просто купаться в любви и заботе? И то, и другое, и третье, скажу я вам. Она не только фотографирует, но еще и рисует. Талантливая и немногословная Вероника Преображенская совмещает в своем блоге художественную и фотогалерею. Тонкая грань этих жанров иногда не позволяет отличить сфотографированное от нарисованного. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселета, казахстанские полярные путешественники достигают просторов Южного полюса. Аккаунт КазГео рассказывает в подробностях, что происходит с участниками экспедиции, которая решила дойти до Антарктиды. Но вообще-то у меня не очень получается разговаривать таким голосом. Добрый вечер. Время в Антарктиде 19 часов 44 минуты. Вы видите старт машин. Основатели самых известных стартапов Америки и не только делятся своими историями успехов в интервью с Арманом Сулейменовым. Арман – студент магистратуры Принстонского университета. Блогер Сулейменов записал уже несколько интервью со звездами Силиконовой долины. Мы, в свою очередь, записали скайп-интервью с самим Арманом. Со мной сейчас на связи Арман Сулейменов, студент из… Откуда ты, Арман? Расскажи о себе. Я студент магистратуры Принстонского университета, но сейчас, в данный момент, у друга нахожусь в Санта-Клайо, Калифорнии. Это у тебя век в одном дуе. В Калифорнии, да? Да, да. С фейсбуком пока планов у меня нет, но я буду в фейсбуке сейчас сегодня, я пойду в этот офис в 5 месяцев. Если ты пойдешь в этот офис фейсбука, тебе вот сразу такое партийное задание. Да, с самого входа начинать снимать, как это все происходит у них там, кто там работает, как у них там все это офисы выглядят. Ну, на самом деле, я тоже, как бы, ВКонтакте очень уважаю ребят, но, к сожалению, мое отношение к ним не разделяется вот так, потому что для них, ВКонтакте, это фейсбук 2004 года. Плюс смешанные с нелегальной музыкой и нелегальным видео. Как бы, здесь немножко не очень хорошее отношение. Полную версию интервью вы можете увидеть в ближайшее время на ЮВИТВ. Любитель провокаций, блогер и деватер Акира написал пост «Я против демократии». Публикация вызвала бурю обсуждений, что не мудрено, когда автор делает такие смелые заявления. Я не верю в демократию и считаю, что ее нет нигде, и то, что кто-то думает, что она где-то есть, и мы к ней еще не дошли именно из-за наших продажных политиков, только подчеркивает талантливость и эффективность тех, кто создает в своих развитых странах качественную иллюзию демократии. Более того, я вообще против демократии и всеобщего равенства. Ну и по традиции рассказываем про новых видеоблогеров. Героем сегодняшней недели стал Краб и его канал с колеснями. Смотрим. Привет! Меня зовут Саин, и это опять мой видеоблог. А точнее, я хотел бы поговорить о своих роликах. Спасибо, что досмотрели до конца. Присылая ссылки на посты, которые, по вашему мнению, достойны программы Монитор, вы значительно облегчаете нам жизнь. С вами была Бакуня Асанова. До следующего включения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова